Продолжение следует... 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 чрезвычайно важной проблеме – сохранении развития наших языков и уникальной историко-культурного наследия, отметил Барциц. Вами предприняты значительные усилия в этом наиболее приоритетном и жизненно важном направлении нашего сотрудничества. Примечательно, что расширяется география участников подобных встреч, усиливается актуальность и практическая значимость исследуемых проблем. Хочу выразить искреннюю братскую признательность президенту Международного объединения Аошара по развитию Абхазо-Абазинского этноса доктору наук, а почетному академику Академии наук Абхазии Мусе Хабалевичу Икзекову за весомый вклад в реализацию данного масштабного проекта, занимающего достойную нишу в сфере Абхазо-Абазинского научно-образовательного и культурного сотрудничества. Я хотел бы также искренне поблагодарить руководство Карачаева Черкесской Республики за внимание, проявленное к данному мероприятию и поддержки наших совместных шагов по укреплению всестороннего взаимодействия двух братских республик. О необходимости подготовки и издания учебников учебных и методических пособий по обучению абхазскому и абазинскому языкам рассказала руководитель рабочей группы по абхазскому языку Диана Шамба. В своем докладе она выделила несколько факторов, мешающих знанию родного языка. Также у ученого есть свои предложения по упрощению методов преподавания и изучения абхазского языка. При том, что наши языки части одного целого, Диана Шамба считает, что по некоторым важным параметрам абхазы и абазины не представляют культурного единства. Я объяснила, в чем заключаются сложности в сближении языков. Хотя оба языка используют преображенную кириллицу, принципы построения алфавита настолько различны, что делают практически невозможным правильное прочтение текстов. Однако мы сохранили единство основного словарного запаса. При этом и абхазские абазинские языки, используя как литературную, так и диалектальную лексику, могли бы обогатить друг друга. Участники встречи подвели некоторые итоги проделанной работы. Но уже сегодня очевидно, что этой работой заинтересованы не только в Абхазии, Карачаево-Черкесии, но и наши соотечественники за рубежом, которые хорошо понимают актуальность изучения родного языка. Симар Гун, Алексей Агухава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. После перерыва работа международного круглого стола продолжилась. Его участники обсудили вопрос об издании настольной книги Абсора, а также о создании единого унифицированного алфавита. Мусаек Заков считает необходимым издать книгу о Абсоре и Абазоре в этом году. Он предложил составить комиссию по выработке и разработке книги, куда войдут абхазские абазинские ученые. Во второй части работы круглого стола принял участие вице-президент Абхазии Виталий Габния, который отметил важность работы по сохранению абхазского и абазинского этноса. Сама программа по сохранению и развитию этноса абхазского и абазинского, как этноса общего, она действительно дорогого стоит. И лично для меня звучит, как такая камерная, идущая от души музыка. Да, мы народ с общим корнем и схожий не только лингвистически. Но в то же время надо понимать, что в течение порядка полутора сотен лет мы развивались обособленно с определенной автономизацией, где между нами был Кавказский хребет. Это не могло дать свои особенности, где в свою очередь, на мой субъективный взгляд, у абазин. Абазины подверглись в своей культуре адыгскому влиянию. Это тоже наши двоюродные братья, где мы по отношению друг к другу родные. Такие же симптомы существуют и у нас, поскольку та среда обитания, в которой мы находимся, она не может определенным отяжелением не ложиться на наши языки. Расширенный репортаж о пленарном заседании третьего международного круглого стола смотрите в нашей программе сегодня. Сегодня в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия зарегистрировано 6 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. Таким образом, общее количество зарегистрированных инициативных групп – 95. Кроме того, 8 кандидатов в депутаты выдвинуто политической партией Айнар. Напомним, что процесс регистрации инициативных групп продлится до 10 февраля включительно. В связи с началом избирательной кампании сегодня в Общественной палате Республики Абхазия состоялась расширенная встреча членов Общественной палаты с министром юстиции Мариной Пилия. На встрече рассматривались вопросы, связанные с выдвижением кандидатов от политических партий, а также ряд других вопросов по проведению выборов. МИД Абхазии ответил на заявление представителей ООН в Грузии, в котором выражена беспокойность решением властей Абхазии закрыть пункты пропуска на Абхазо-Грузинской государственной границе, что, по мнению авторов заявления, окажет негативное влияние на гуманитарную ситуацию и положение жителей Абхазии. Схожее по смыслу заявление сделал также посол США в Грузии Ян Келли. МИД Абхазии напомнил представителям международных организаций, что обустройство и укрепление государственной границы – суверенное право Республики Абхазии, не направленное на ограничение передвижения. Создание условий для упорядоченного перемещения людских потоков через границу с Грузией в основном контрольно-пропускном пункте Ингур обусловлено необходимостью обеспечения безопасности всего населения и ни в коей мере не нацелено на создание каких-либо препятствий для передвижения или изоляции жителей Галтского района, которые по-прежнему смогут пересекать государственную границу в установленном законодательством Республики Абхазия порядки. МИД Абхазии выразил надежду, что в дальнейшем оценки представителей международных структур станут более взвешенными и объективными и не будут иметь подобный провокационный характер. В целях повышения эффективности использования объектов республиканской и муниципальной собственности по поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба Государственный комитет по управлению имуществом и приватизацией начал инвентаризацию договоров аренды объектов недвижимости. Первая инспекция в Гагрском районе. Представители ведомства осмотрели ряд объектов, увиденным остались недовольны. О том, как соблюдаются обязательства по договорам аренды и купли-продажи, в каком виде находятся сами объекты недвижимости, расскажет Нисфа Аршба. Первый объект в списке – комплекс оздоровительной базы ДГТФ, более известный как «Дон Табак». Его собственником является общество с ограниченной ответственностью «Сигма Финанс». Территория – 5,7 гектаров. Согласно договору купли-продажи, подписанного в апреле 2015 года, собственник в течение двух лет должен вложить в объект 150 миллионов рублей. Срок выполнения данного соглашения истекает в апреле текущего года. Однако никаких строительных, реставрационных и иных работ замечено не было. По приказу председателя госимущества была создана комиссия по проверке исполнения инвестсоглашений договорных отношений с собственниками на объектах санаторно-курортного назначения в данном случае. По результатам проверки будет составлено, будем делать выводы соответствующие. Бывший пионерский лагерь Абхазской железной дороги был приватизирован физическими лицами в 2006 году. Согласно договору было предусмотрено два года на восстановление объекта. На территорию почти в гектар представители госкомитета попасть так и не смогли. Наглухо заваренные двери создали серьезное препятствие для осмотра объекта. Однако нашли другой путь через невысокий заборчик со стороны моря. Что удалось увидеть? Кровля и окна в основном корпусе демонтированы. Как давно, никому неизвестно. С собственниками объекта встретиться не удалось. Следующий объект находится в роскошном месте поселка Цандрыбш, буквально через дорогу от моря. Базу «Спорт» фирма «Лагуна» арендовала в 2000-х годах. Часть имущества была приватизирована в 2006-м фирмой «Самшит». В данный момент объект не функционирует. К тому свидетельство замок на входных воротах. Срок аренды 25 лет. Фактически здесь периодически проводится косметический ремонт, но никаких улучшений, чего-то достойного в плане улучшений здесь не наблюдается. Уровень предоставления услуг, он не соответствует, конечно, никаким современным уровням, даже в условиях нашей республики. Мы ведем переговоры, пытаемся арендаторы обязать внести какие-то улучшения в свою работу. В случае, если этого не произойдет? Тут разные могут быть последствия, вплоть до расторжения договора. Санаторий «Цандрыбш», ранее принадлежавший управлению Абхазской железной дороги, был приватизирован в 2006-м году. Более одного гектара земли с постройками достались обществу с ограниченной ответственностью найда. Увидеть за этим высоким забором, что именно происходит внутри, и как содержится объект, не удалось. Только просунув в щели камеру, мы обнаружили разбросанный мусор и неухоженную территорию. По исполнению распоряжения главы государства и приказа председателя госкомимущества, нами, комиссией госкомимущества, была осуществлена проверка исполнения собственниками своих договорных обязательств, выездом на место. В дальнейшем нами запланированы выезды в город Гагру, Гагрский район также, где расположены арендованные и приватизированные объекты республиканской собственности, Гудаутский район, город Сухум. По итогам проверки все эти данные будут сгруппированы, запротоколированы, и нами будет сделан расширенный вывод по исполнению своих обязательств арендаторами, собственниками по вводу в эксплуатацию данных объектов. Мы хотим выработать механизм, по которому государство может оказать какое-то содействие в плане восстановления этих объектов. Для этого мы вызываем собственников, вызываем арендаторов, ведем с ними переговоры, предлагаем какие-то механизмы выхода, потому что данные объекты не могут простаивать на протяжении стольких лет. Цель инспекции абсолютно ясна. Государственный комитет по имуществу и приватизации изучает ситуацию, чтобы получить полную картину происходящего. Это нужно, чтобы понимать, соблюдаются ли обязательства по заключенным договорам. Для этого необходимо посетить каждый объект, будь он в аренде или в собственности. Цандрыбш – лишь первый пункт. И пока с довольно печальным результатом. Тема эффективности использования объектов республиканской и муниципальной собственности будет продолжена в нашей субботней программе. Гость передачи события недели – председатель Госком имущества Вахтанг Пепье. Сегодня на пресс-конференции в Ассоциации работников СМИ Абхазии глава администрации Гагарского района Заур Бганба рассказал журналистам об итогах 2016 года и о планах на 2017. Репортаж Ренаты Шакая. В 2016 году Гагарский район перевыполнил бюджет благодаря трём отраслям. Помимо традиционного направления туризма, в прошлом году активно развивалась промышленность и торговля. Валовый оборот у нас в 2016 году увеличился на 1 миллиард. До 9,5 миллиарда рублей мы довели валовую продукцию по району. По сравнению с 2015 годом у нас рост составил 1 миллиард. Свет, вода, канализация – три самых главных вопроса, которые необходимо решать и в текущем году. Проведение водопровода, укладка асфальта, строительство насосных станций. Как отметил Зоурбганба, часть работ была проведена по инвестиционной программе. Но многое из запланированного перешло на 2017 год. В 2017 год у нас планируется по этому году не менее 600-700 миллионов. Это там и школа абхазская, которая начнется уже где-то в марте месяце. Водопроводными сетями и коммуникациями заниматься мы начнем. Уже даже по водопроводной сети работаем. Предстоит начать канализационные работы. Подобраны подрядчики, сметы, все готовы, прошли экспертизу. На сегодняшний день уже поступили деньги по водопроводу. Работа – это подрядная организация, сухумская. Работы ведутся, можно сказать, круглосуточно. После того, как в Гагарском районе будет решен вопрос с обеспечением воды, планируется ввести современную электронную систему для оплаты коммунальных услуг. А также перед летним сезоном будут проверять все гостевые дома и гостиничные комплексы на наличие налаженной канализационной системы. Зоурбганба заверил, что те гостевые дома, которые, нарушая все нормы, не устанавливали систему Септик, будут закрыты. Что касается платежей, на уровне где-то 50-60% у нас сбор за электроэнергию. Мало, мало. Мы знаем, что это мало. Вот, к сожалению, пока в таком состоянии. Но мы с Черноморья Энергией обговариваем вопросы, как это сделать. И им тоже нужно, и нам нужно переходить уже на более современные методы подачи электроэнергии, чтобы каждый потребитель имел свой счетчик, чтобы это можно было отключать автоматически, как телефон. Не заплатил, нет денег, значит, не говоришь, не получаешь. Вот такую систему мы хотим создать по электроэнергии, по водоснабжению, по канализации. Очень много. Еще больное место у нас, конечно, это мини-гостиницы, которые не подключены к канализации. Их число не так уж много, но оно имеет место. И все нечистоты уходят прямо то в речку, что в море. Мы сейчас создали комиссию. На пресс-конференции коснулись и судьбы торгового комплекса «Континент». По словам Заурабганба, после закрытия комплекса районный бюджет лишился существенных вливаний. Глава района выразил надежду на возобновление работы «Континента». Буквально неделю тому назад были люди, бизнесмены с России, которые заинтересованы вложить. Мы подписали протокол о намерениях. Ну, дай Бог, чтобы оно это получилось. Оно также проводится в тот же торговый центр, который мы с вами помним, для того, чтобы это и в летнее время, и в зимнее время, чтобы работало. Что касается сбора налогов по Гагарскому району, то план был выполнен. В Гагарском районе, по данным инвентаризации, которая была проведена в прошлом году, количество санаторных объектов составляет порядка 50 объектов. Вместимость 11 400 койко-мест. Одновременно это можно внести. И такая же инвентаризация была проведена в частном секторе. В частном секторе объекты, приравненные к мини-гостиницам, насчитывается 120 объектов. И, само собой, на им жилья, там квартира сельденщиков, там рекомендуют 10 тысяч мест. По итогам прошлого года, 16-го, при плане 571,257,000, поступило 584. Динамика роста составила 113%, выполнение 102%, перевыполнение на 13 миллионов. Хочется отметить, что на протяжении 6000-го года, выполнение плана нам удалось сделать за два последних, 15-16-й год. Если посмотреть с 2010-го года, это почти получается 80% увеличения за этот период. Совсем недавно городскому водоканалу стихии был нанесен значительный ущерб. Трубы унесло в море, опорная стена была разрушена. Сейчас обсуждается возможность ее восстановления. Если срочно не предпримут какие-то меры, уже правительственная комиссия была по железной дороге, я думаю, что железную дорогу закрывать надо будет. Вот буквально неделю тому назад был вице-премьер, до конца все прошли, сдал задание, УКСУ, Абхазстрой, но в течение недели они должны со своими планами доложить ему, что делать дальше. А сейчас прямо где наша насосная, вот центральная насосная, метров 80, вообще стены нет. Пока никакого ущерба, мы спасли, мы спасли ночью всю ночь, помпами качали, вот все, что смогли, сделали, спасли двигатели и насосы. Глава Гагарского района рассказал, что с целью развития сельского хозяйства в поселке Цандривш и селе Сальма создаются фирмы, которые будут заниматься выращиванием овощей и фруктов. Рината Шака, Тимур Глгохи, Абхазская телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадка, в воскресенье возможен слабый дождь, со снегом снег. Температура воздуха ночью минус 2,0, днем плюс 3,5 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин